Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, всё как всегда, и как долго ждал я этого видоса, и как долго ждали вы этого видоса, это видос, наконец-то, про гаражи, про все секреты, фишки, про мою статистику, что же, всё-таки, происходит на гаражах, как окупиться, как купить экс, и всё-всё-всё-всё самое интересное, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика, хотел сказать, что на этом сервере у меня свой личный промокод, который находится в описании ролика, вводи его обязательно при регистрации и получать 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Наконец-то гаражи, наконец-то RedMir, сколько видосов не было, сколько лет, сколько зим, но мы врываемся, надеюсь, таких вот пауз уже не будет, они, наконец-то, добавят обновление, наконец-то, блин, будет что снимать. Кстати, об обновлении мы поговорим в конце. Также у меня на канале выходило около 6-8 роликов по гаражах, где мы открывали и дорогие, и дешёвые, так что ссылочки я оставлю в описании. Что такое гаражи? Гаражи, можно сказать, это ивент, который проходит каждый день с 6 часов вечера по МСК по 7 часов вечера по МСК также. Один час он ровно длится каждый день. Этот ивент проходит в порту Лос-Антоса. Как бы есть 6 типов контейнеров, это ECO, ECO+, средний, премиум, который большой вот этот за 500 и эксклюзивный, который за 900. Поэтому давайте быстро пройдёмся по каждому гаражу, расскажу, какие цены, как они выглядят и что из них падает. Первый гараж это ECO, он имеет такую вот оранжевую метку и гнилые ворота. Начальная ставка на этот гараж 2 500 долларов, но за 2 500 ты никогда не откроешь. На втором сервере, где я играю, цена на него от 13 до 17 тысяч долларов, но я не рекомендую открывать так дорого. Максимум это 13-15 тысяч, хотя раньше было лучше. Короче, меньше 13 это норм, запомните. Из такого кейса выпадают такие автомобили, как 12, 13, 7, Audi, B, 124, E34, Caban, B, Hanco и подобные автомобили. Второй гараж это ECO+, маркер такого гаража жёлтый, ворота обычные, красивые такие. Стоит такой гараж 15 тысяч долларов по стоку, но за 15 тысяч вряд ли купишь, а рынок начинается от них где-то от 22 до 30 тысяч долларов. Но я говорю, что максимум можно открывать где-то до 25 тысяч долларов. Дальше я не рекомендую, потому что это как бы можно купиться, но он столько не стоит. 25 это край. Из такого кейса выпадают такие автомобили, как Lancer, Silvia, S2000, R34, Mustang, Kruzac, GT и подобные автомобили. Третий гараж это средний, это зелёная метка, не рекомендую его открывать, потому что он стоит 75 тысяч долларов. И ни один автомобиль, который находится в этом гараже, не окупает этот гараж. Ну, если вам не выпадет тюин. Но об этом мы поговорим ещё дальше. То есть эти гаражи никто не открывает, ну, либо открывают, но очень редко, по 75 тысяч. Я вам не рекомендую его открывать, но если вы любите прям азарт, и вы азартный человек, тогда можете открыть. Но, ещё раз говорю, ни одна тачка из этого гаража не окупает этот гараж. Какие тачки здесь есть? Здесь есть BMW M5 F90, E-213. Также здесь есть Ford Raptor, Corvette C8 и подобные автомобили. Tesla, премиум гараж, 150 тысяч долларов начальная ставка. Голубая метка, голубая именно такая. И что из него выпадает? Его открывают достаточно, ну, я не могу сказать, что прям часто и достаточно редко. Его открывают. Но иногда бывает так, что его может никто не открыть. Иногда может быть, что за него будут бороться где-то за 170 тысяч. Но так, то его можно открыть за 151-155 тысяч долларов. Что из него может выпасть? Из него может выпасть очень разные автомобили. Максимальное количество автомобилей находится именно в этом гараже. Тебе может выпасть, как и GELIC за 96 тысяч. И, кстати, X5 самая низкая цена в этом гараже. Это 90 тысяч долларов. Что тебе может выпасть? Это X5. Потом RS7 за 92 тысячи. GELIC 96. X7 96 тоже. Что такое стоит? Это самые херовые автомобили в этом гараже. Также тебе могут выпасть Huracan, MGGT, SQP, GLS, Aston Martin, Bentley, Ferrari и т.д. Следующий гараж это за 500 тысяч. Я не помню, как он называется. Вроде люкс или как. Но это самый тоже спорный гараж, как и зеленый. Хотя зеленый, мне кажется... Хотя нет, этот, мне кажется, это прям капец. Потому что этот гараж стоит 500 тысяч долларов. У него синяя метка. Она такая синее, чем за 150. Она прям такая синее. Белые ворота. И в чем прикол этого гаража? В этом гараже находятся только 3 автомобиля. Это Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Coulinan и Lamborghini Aventador. Когда ты ставишь 500 тысяч, тебе может выпасть Aventador за 330 тысяч. Это сразу минус 150 тысяч. Тебе может выпасть Coulinan. Это минус 44 тысячи. Что-то такое. И тебе может выпасть Phantom. Это плюс 100 тысяч. Оправдан ли риск, что ты можешь просрать 200 тысяч, либо 50 тысяч на Aventador и Coulinani и выбить Phantom? Я думаю, нет. И, кстати, Phantom выпадает очень редко. Но иногда бывает такое, что тебе могут выпасть 3 Phantom подряд. Поэтому этот гараж я не особо советую открывать. Потому что здесь риск просто не оправдан. Ну и последний гараж. Это самый спорный, самый интересный, самый вкусный, самый желаемый гараж всеми игроками. Это эксклюзивный гараж. У него фиолетовая метка. На нем, на воротах, есть значок RedMira. Самое хуже, что здесь может выпасть. Начальная ставка на гараж 900 тысяч. А ты можешь выловить Phantom за 600. Это самое худшее, что может быть. После этого идет Gimera. Это LAM50. Agera. LAM300. Это Chiron LAM800. Chiron SS. Я не помню сколько. 2 с чем-то. И Diva. Но Diva выпадает прям очень редко. Я даже не видел ни разу. Но за лето что-то он раз за 2 только лапнул. И все. Но здесь прям риск оправдан. Либо минус 300 тысяч на Phantom. Либо плюс там пару лямов. Окей. Я рассказал, какие гаражи бывают. Какие автомобили из них выпадают. А в чем прикол-то дойти, если почти все автомобили идут в минус. Ну если кроме дорогих. А самое главное не в этом. А самое главное в тюнинге, который стоит в этих автомобилях. И что привлекает множество людей. Когда ты открываешь гараж, тебе выпадает какой-то автомобиль. И также есть внизу клавиша Tuning. Подробности. Ты можешь нажать на него. И там случайным образом тебе выпадают разные запчасти. Которые стоят разное количество денег. Самая желаемая всеми запчасть это рамка шторка. Которая тебе дает плюс 125 тысяч долларов к цене твоего автомобиля. Именно за этой рамкой шторкой все просто гоняются на этих гаражах каждый день. Также есть другие тюнинги по типу Nitro, который тебе дает 5 тысяч. Бесключевой доступ, который тебе дает 12 с половиной тысяч долларов. Также подвеска четырехконтурная, которая дает тебе 5 тысяч. Подвеска двухконтурная, которая тебе дает 4 тысячи. И еще остальные тюнинги. То есть все тюнинги, которые выпадают, можете... Они стоят половину от стоимости новых. Именно за этим тюнингом люди и гоняются. Именно за рамкой шторкой. То есть условно, кто не понял. Вы открыли эконом, например, за 13 тысяч. Вам выпала семерка. Вы открываете там шторка. И семерка стоит уже не 2 тысяч, а 127. Неплохо. Очень неплохо. Кто не шарил, зачем эти гаражи? Что есть вообще гаражи на Редмире? Какие они бывают? Зачем туда люди ходят? Я думаю, вы уже поняли. А теперь перейдем к самому интересному. Это фишки, секреты и статистика моя. Погнали. Первое, что бы я хотел вам порекомендовать, это обязательно идти на гаражи с домом. Ведь если вы придете на гаражи без дома, да, вы сможете открывать. Но если вам выпадет тачка на шторе, вы не сможете ее забрать. А если вы будете продавать именно там, тогда вы продаете просто обычную тачку голую. Вне зависимости, какой тюнинг в ней был установлен. Так что обязательно идти на гаражи только с домом. Второе. Есть дни, когда много штор, а есть, когда их тупо нет. Иногда эти дни чередуются. Если за первых 20-30 минут не выпала штора, то в следующих гаражах процентов 70, что она не выпадет. Ну, максимум одна штора за весь день может себе выпасть. Поэтому лучше как бы уйти и не сливать деньги. Но если не было очень долго шторы, то есть вариант того, что штора может дюхнуться и выпасть раза два подряд. Такое было у моего знакомого. Иногда даже бывает, что они выпадают три раза подряд. Ну, либо выпадают подряд только через один контейнер. Также, если вам выпала тачка на шторе, то когда вы выйдете на улице, нажмете F3, есть большая вероятность, что в F3 не будет писаться номер на этом автомобиле. Почему? Я не знаю. Штора очень часто любит падать буквально из первого из первых пяти кейсов. Очень часто я сталкивался с таким, что когда ты приходишь на гаражи, открываешь буквально первый гараж, тебе сразу выпадает штора. Такое бывает, когда день со шторами. Потому что на Redmi есть дни, когда шторы выпадают, и очень часто есть тогда, когда не выпадают. Но если в первых выпала штора, буквально в пяти кейсах, в шести, тогда весь день шторы будут падать достаточно много. А также штора просто обожает падать буквально в последних трех кейсах, а именно в самом последнем. Не знаю почему, но очень часто сыпется штора именно из самого-самого последнего кейса. Если вы открывали контейнер определенного класса, и там уже было два слива подряд, то есть 50% шанса того, что следующий третий будет плюс. Но если еще третий минус, то есть три минуса подряд, то где-то процентов 80 ставлю на то, что четвертый будет окуп. У меня очень часто такого бывало, и четвертый всегда был окуп. Но вы не спешите радоваться, потому что иногда есть скамерский день на гаражах, он такой бывает, и кто ходит на гаражи знает, что иногда гаражи любят скамить людей, как в казино. То есть тебе может выпасть шестер в восемь раз подряд минус в гаражах. То есть у меня такое было что-то раза два или три, я открывал 150, шесть или восемь раз открыл, и мне восемь раз был минус. И этот день был минус. Это капец. Поэтому с этим осторожно. Кстати, если вам выпадает автомобиль, и он подпрыгивает, а не стоит спокойно, есть большая вероятность, что тебе выпала либо пневмо двухконтурное, четырехконтурное, либо рекподвеска. Но еще иногда он просто прыгает из-за того, что у него установлены первый стробоскоп. Я не знаю почему, но это факт. Если выпадает на гаражах эксклюзивный гараж за 909 тысяч, буквально первых 5-15 минут аукциона, то есть очень большой шанс, прям огроменный, что тебе выпадет второй раз. Но и очень-очень маленький, что выпадет три раза экс. А так то экс, если и он будет, то он где-то выпадает в 30-50 минут. А иногда экс вообще может не выпадать целую неделю. И такое реально существует. А потом может выпасть два раза в день. И каждый день на протяжении недели. А, и кстати, да, если выпадает эксклюзивный гараж, то есть большие шансы того, что сегодня именно будет день со шторами, и буквально шторы 4-5 за весь день должны упасть. Если сейчас последняя минута аукциона и последние гаражи были только одной из сторон, то есть возле входа, либо в самом-самом конце, вам нужно бежать в противоположную сторону. Есть большая вероятность того, что ты успеешь забежать на метку, а остальные нет, и ты сможешь его открыть по госцене. Такое очень часто было, что буквально 3-2 гаража были в начале, я встал в конце, 59-ая минута, я успеваю добежать. Остальные не добежали, я открываю, там выпадает тачка. Да еще на шторе. Когда вы пришли на аукцион, первое, что вы должны спросить, был ли экс, был ли экс вчера, и вообще были ли шторы вчера. Если вчера не было, то есть большая вероятность того, что сегодня не будут. Но иногда бывает такое, что штор нету 2-3 дня, а потом как посыпется, ооо, так что перед тем, как открывать, обязательно спросите, вам 100% ответит. Ну и самое интересное происходит после обновления, то есть, когда выходит обновление, половина автомобиля идут в гаражи, и если выбить их на тюнинге, их можно продать намного дороже людям, даже дороже, чем цена в ВУ слив. А если она еще будет на шторе, это тачка, то ее можно прям очень дорого продать, потому что это эксклюзив, первая тачка на сервере, именно на шторе. Так как я говорил в начале, скорее всего, в новом обновлении появится эксклюзивный транспорт в гаражах, то есть, транспорт, который можно будет выбить только с гаражей. Все говорят, что это все-таки будет этот Porsche 911 в старом кузове, который еще, как бы, Голливуд спалил у себя в Инстаграме. Одни говорят, что это будет эксклюзивный транспорт в гаражах, так как они делают в КРМП на контейнерах. Другие говорят, что это будет транспорт, который можно будет купить всего лишь за кредиты. Я не знаю, но если он реально появится в гаражах, тогда цены на него вырастут и будет смысл открывать какой-то гараж. Ну и самое главное, что я вам хотел сказать, главное, пацаны, чувствуйте сердце. Если не хотите открывать, не открывайте. Если хотите, открывайте. Ведь это всего лишь статистика, и она стопроцентную вероятность того или иного не предоставляет. Поэтому надейтесь только на себя и на свою чуйку. Ну это вроде все, что я вспомнил о гаражах. Если вы знаете немного больше, можете написать в комментариях, думаю, будет очень интересно почитать. Возможно, я что-то забыл, а возможно, что-то не знал. Также в прошлом ролике вы набрали 100 лайков, и я обещал стрим. Стрим будет, просто я просрал хату. Она у меня тупо взяла и слетела. Поэтому у кого есть дом, можете продать, можете подарить. Буду вам очень благодарен. На 5 мест желательно. А если еще больше, то будет вообще шик. Подписку, лайк не забываем, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики, всегда смотреть их первым. Ну с тобой в Левен, всем желаю хорошего дня, всем удачи на гаражах и всем пока.